Привет, это Poco M4 Pro, или проще говоря, какой-то разрыв, а не смартфон, потому что здесь отличное железо, отличные камеры, отличнейший дизайн, как вы сейчас видите, и стоит это желто-золотое чудо в России плюс-минус 19 тысяч рублей. А вот вам скрин моей покупки с Алиэкспресс, и вот сейчас телефон за 12 тысяч рублей будет тестироваться в тех же играх, что я обычно тестирую и флагманы. Как думаете, справится этот красавчик или нет? Ну и по цене. В конце обязательно расскажу, как выцепить его также удачно. Ну вы просто зацените вот этого красавчика, в желтом цвете выглядит бомбически, а рамка выкрашена вообще в золотой цвет. Мне очень нравится, плюс это какое-то пергаментное ощущение, как от дорогой бумаги, в общем прям топчик. Но смотрим сюда. Это настройки, это у нас прямо здесь и прямо сейчас экран, 90 Гц включено, то есть это никакой не авторежим, и еще кое-что. Вы же хотите увидеть FPS и все прочее, и вы неоднократно просили меня об этом. Смотрим прямо здесь и прямо сейчас. Во-первых, получаете режим разработчика, заходите для разработчика, вылистаете в самый-самый-самый низ, и смотрим, что у нас будет. Вот здесь Power Monitor. Это штука, которая включает FPS в любой игре, плюс ко всему, помимо FPS, вот сейчас покажу нагляднее, вы здесь, в этом приложении, увидите, какое разрешение, какая частота сейчас в герцах, какая температура процессора, и сколько оперативки в данный момент тратится. Плюс ко всему, конечно же, FPS. А начнем мы со Stand Off 2, просто потому что эта игрушка лучше всего показывает, работают ли эти герцы на вас, то есть поддерживает ли игра, и точнее не игра, а сам телефон, вот этот режим повышенной частоты кадров. Stand Off 2 поддерживает до 120 FPS, то есть если экран это позволит, то мы сейчас увидим в правом верхнем углу, и вот прямо здесь, 120 FPS. Если нет, то будет стандартный 60, если еще 60, еще неизвестно, насколько хорош тот телефон. Смотрим, заходим в видео, все на высоком, целевая частота кадров 90, и, ну потому что просто здесь максимум 90 герц экрана, и смысла ставить больше нет, но смотрим, что покажет прямо сейчас игра. Хотя, давайте честно, давайте делайте свои ставки, что покажет игра, будет ли здесь 90 FPS, или же нет. Как видите, вот прямо сейчас покажу поближе, мы заходим и видим 60 FPS. Все потому, что экран здесь, именно в этой игре, прямо здесь и прямо сейчас, и в большинстве случаев, в принципе, работает как раз-таки в этом самом режиме на 60 герц, ни больше, ни меньше. И это на самом-то деле первая ложка дегтя. То есть, ни в одной игре, которую я тестировал, которая поддерживает этот самый режим повышенной частоты кадров, телефон не выдает эту частоту кадров. Не потому, что он не может, а потому, что это искусственным образом залочено. Возможно, позже это все разблокирует, как это часто бывает, но в данный конкретный момент нет. Так что со Stand Off 2 можно заканчивать. Здесь стабильные 60 кадров, игрушка летает на максималках дальше. Дисплей 6,6 дюйма, довольно-таки крупненький, при этом сам телефон тоненький, что классно, но похвастаться здесь особо нечем. Стандартный Full HD+, 90 герц, частота сенсорного слоя 180 герц. Единственное, о чем можно его прям похвалить, это повышенный цветовой охват DCI-P3. В остальном же, даже яркость здесь всего плюс-минус 500 ни, то есть на солнце вы особо не поиграете. А дальше у вас на экранах любимый многими и одновременно нелюбимый PUBG. Смотрим, что у нас здесь. Убираем это вот сюда. Максимум недоступен, что печально. Высоко доступно, но частота кадров при этом также высоко. Смотрим, что еще мы можем поставить. Конечно же, двукратное сглаживание и включенные тени. Окей, это максимально возможные настройки графики для этого телефона. Не нужно сразу же писать и хейтить, что это неправильно. Сейчас все расскажу, как загрузимся. К сожалению или к счастью, не удалось мне вообще ни секунды провести в матче, слился сразу. Но так даже лучше, так будет показывать нагляднее. Вы видите сейчас температуру 35,9 градусов. Задействованы оперативки меньше гигабайта. Причем, неважно, я управляю человеком или кто-то другой, это будет всегда. То есть, суть в том, что здесь вы видите стабильные 30 кадров. То, что вы видите внизу, это не совсем то. 30 фпс прямо здесь и прямо сейчас будет абсолютно все время в этой игре, в PUBG. Это вы видели какие настройки графики. Это прям все хорошо, это высоко и высокая частота кадров. Ставим на плавно, то есть это самое низкое. И графон, то есть фпс на ультра. Даже можем, в принципе, отключить вообще все. И вот, что мы видим. Да, убогий графон, естественно, это самые-самые низкие настройки. Но при этом уже 40 фпс. Через какой-нибудь GFX Tool и все прочее, уверен, здесь можно будет навернуть и 60. Но делать мы этого, конечно же, не будем. Вот базово, стоково, из коробки прям. Вы видите стабильный 40-кет на самых минимальных настройках. И 30-ку на максимально возможных, которые телефон поддерживает. При этом до сих пор 37 градусов и всего 900 мегабайт оперативки задействовано. Snapdragon не смог бы так, я вас уверяю. Он был бы уже раскален до градусов 40, не меньше. С Dimensity все сильно лучше. Внутри, прямо вот под этой крышечкой, несъемной, трудится MediaTek Dimensity 810. По сути, это просто улучшенный 700-ый. Но довольно-таки круто улучшенный. По графике здесь все так же. Mali, MC2, что-то там, куда-то там. В общем, на экране напишу. Суть в том, что MediaTek сейчас, это не то же самое, что было года два назад. Раньше вы не задумывались, если вам, например, покупать за одну и ту же цену телефон на Snapdragon или на MediaTek, то с вероятностью 99,9% человек выберет MediaTek. Сейчас все прям совсем изменилось. MediaTek в одной и той же ценовой категории с драконом прямо-таки решает. Call of Duty Mobile на ваших экранах. И сразу же без каких-либо промедлений смотрим, что у нас здесь по картинке. И на самом-то деле довольно печально. Всего лишь средние настройки графики и высокая частота кадров. Ну, такое себе. Плюс ко всему, в сетевой игре сейчас нельзя вообще ничего менять дальше. То есть из дополнительных настроек вот на конкретно этом телефоне. Ну, не то, чтобы классно картинку ожидать, какой-то супер там реалистичный и все прочее не стоит. Тем не менее, сейчас посмотрим, что будет с FPS и вообще возможно ли будет в это играть. Забегая вперед, пока игра загружается, скажу, что... Ну, вы увидите нагрев максимум до 38 градусов. До 38! Dimensity, вот этот процессор просто замечательно отрабатывает. MediaTek Dimensity 810 5G, хоть и 6-нанометровый, но он вообще не греется. Его невозможно раскалить никаким образом и практически ни в какой игре. Дальше увидите. Но суть в том, что, да, здесь уже больше оперативки задействовано. Здесь уже целый гигабайт временами проскакивает. Но, тем не менее, вы посмотрите. Картинка, хоть и средняя, но, тем не менее, выглядит игра шикарная. И плюс ко всему, обратите внимание на FPS. 60. 60 стабильных кадров. Привет, дружище. А ты куда пошел? Давайте-ка мы с вами сразу же разберемся. В прицеле, не в прицеле у вас всегда будут стабильные 60 кадров. Воу-воу-воу-воу, парни, привет. Опять же, в эту игру нужно играть именно с геймпадом, а не с автоприцеливанием, то есть с автошотом. Но при этом, зацените еще раз, пожалуйста. 60 кадров. 60. Здорово. Это очень плавно, это очень прикольно. И играется именно колда на этом телефоне прям замечательно. Особенно учитывая то, что нагрева нет абсолютно никакого. Троттлинга нет также абсолютно никакого. Хочешь избавиться от надоевшего пластика? Устанавливай кошелек. Бесплатное приложение для удобных, а главное, выгодных покупок. В нем ты сможешь собрать все свои скидки и бонусы, перенести дисконтные карты в смартфон, и они всегда будут с тобой. Эти карты невозможно потерять, и использовать их, самое главное, можно как в онлайн-магазинах, так и в офлайне. Выпуск карты из любого магазина происходит за буквально несколько секунд, и, что самое главное, абсолютно бесплатно. Здесь же можно получать приветственные бонусы, и вы всегда будете в курсе событий, потому что все акции и скидки можно увидеть прямо в приложении. Переходи по ссылке в описании прямо под этим роликом, устанавливай приложение и находи интересующие тебя карты буквально в пару кликов, или добавляй свою, убирая пластиковые куда-нибудь подальше. И, что самое главное, приятных покупок. Батарея на 5000 мАч абсолютно стандартна, заряжается от 33-х ваттной стандартной зарядки за 60 минут от 0 до 100%. Ну и, по сути, обычная батарея, здесь рассказывать нечего. Единственное, что вы получите в обычном режиме, то есть в ежедневном использовании, плюс-минус 9 часов экрана. В играх же вы получите, барабанная дробь, примерно 5. То есть в PUBG я тестил, и это реально 5 часов, что довольно-таки круто. Я же вам обещал, что это будет прям тяжелый игровой обзор для этого телефона. Итак, это Arc Survival Evolved, это эпические настройки графики и разрешение максимальное. Я думаю, вы понимаете, что телефон как бы и не обязан справляться с таким неоптимизированным говном. Но все-таки, вы видите, что нагрев уже достигает 40 градусов и будет выше, я видел 42. Вот только FPS в неоптимизированной и очень тяжелой игре 22-23 на эпике. Это просто очень и очень крутой результат для этого телефона. Плюс ко всему, ну, всего лишь пока что это 41 градус. И да, FPS будет дропаться до 17, это самый минимум, который я видел. Тем не менее, в среднем это будет вот 20-22. Если же вы поставите с эпика, что в принципе это самоубийственно для этого телефона, то у вас будет нормальный FPS и нагрев все такой же высокий при этом. Так что, если вы играете в Arc, то этот телефон вам подходит замечательно. Антуту, 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 Антуту. Вот скриншотик, вот 350 тысяч баллов. Но вы же понимаете, что с каждой новой версии Антуту все больше и больше накручивают. Там уже телефоны миллионники, спокойно набирают все это дело. Но суть в том, что 350 тысяч назад, лет, дней, два года назад, в общем, телефоны, которые набирали 350 тысяч, и которые набирают сейчас, это совершенно разные телефоны разной мощности. То есть, тогдашние телефоны, где-то в седьмой версии Антуту, это были более мощные телефоны, чем те, которые набирают 350 тысяч сейчас. Алгоритмы подсчитываются специально, чтобы маркетологам было проще толкать всякое такое. Но не в циферках же главное. Ну, если вы думаете, что все-таки циферки в Антуту это полная ерунда, и на них не стоит обращать внимание, то смотрим. Это World of Tanks Blitz. Настройки графики максимальные, 60 FPS, нет только HD текстур. Ну, потому что, ну, можно попробовать, но ничего хорошего из этого не выйдет. Берем КВ-220Т, это самый крутой танк, который есть в этой игре, и смотрим, что из этого выйдет. Как вы знаете, FPS здесь есть в правом нижнем углу, и чтобы свериться, будет еще и вот здесь. Итак, прямо здесь и прямо сейчас мы видим 57, 54, 56, и при этом 40 градусов нагрева. После арка прошло прилично таки времени, так что на это обращать внимание не стоит. Все еще 40, и уже почти полтора гига оперативы, 1300 мегабайт используется, 59 FPS. Это полный максимум, я напоминаю вам, это полный максимум на телефоне за 12 тысяч рублей, и вы имеете 60 FPS. Да как по мне, это просто ультра-топовый смартфон, вот уже на этом этапе. Плюс ко всему, следы гусениц, включаем прицел сейчас. В прицеле все тоже замечательно, нагрев уже 40 и 3. И где там наши противники, друзья, товарищи, нужно с вами расквитаться. Тени очень классные, то есть графон, ну прям огненный. Да, это может быть не супер там флагманский уровень, где включены будут HD текстуры, хотя и с HD текстурами, я так думаю, будет все неплохо, но тестировать это... Давайте так, если вам понравится тест, если вы это захотите, то просто напишите в комментах, какие бы игры вы еще хотели увидеть, и может быть среди них окажется как раз-таки World of Tanks Blitz с HD текстурками. Давай, парень, мы сделаем с тобой вот так. Двигатель сломан, и я думаю, как раз-таки тут ровно на шот он не успеет заехать. Ты же не успеешь заехать или просто сломаем гусеницу? Шикарно! Кто у нас тут еще? Это КВ-220Т. Ребята, это вам не просто там обычный КВ. Да, 172 неплохо. Что ж, мне прям нравится, это уже азартненько. ФПС 52-49, то есть он немного снижается, но самый минимум, который я видел, это 40. 40 фпс прям в очень-очень-очень серьезной стычке. Что у нас здесь, прямо здесь, прямо сейчас, парень? Ты же не хочешь сказать, что ты будешь все-таки со мной тягаться? Я думаю, здесь уже все прям совсем понятно. Еще один чувак едет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, поднимайся-поднимайся-поднимайся. Бывают фризы, как вы видели, прямо здесь и в этом бою до 24-х, но это прям очень-очень-очень-очень редко, поэтому даже внимание обращать на это не будем. Сейчас 30-ка, 26, потому что этот огонь в кадре, вот сейчас, я думаю, вы увидите. Огонечек в кадре, парень. Огонечек снова покажите, и снова будет, да. Без огонька 40 и стабильно, с огоньком прям фпс сильно падает. Вот это любопытно. Возвратно возвращаемся. Все, снова 47. То есть, такой эффект, как огонечек, довольно-таки реалистичный. Телефон не хочет переживать именно в снайперском режиме. Любопытно, такого я не замечал. Что ж. Но, тем не менее, все равно, основную часть времени у вас фпс прям-таки шикарный и замечательный. Добиваем пацана. О, это таран, это таран. Чувак, это таран. Эй, ладно. Это прям в сухую, 7-0. Шикардос, и телефон шикарно совсем справляется. Троттлинг, 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 троттлинг. Собственно, телефон не торопит. Вот, скриншотик. Все прям замечательно. Это второй прогон. Прям специально пытался его поджарить, но не вышло. И я думаю, вы сами видите вот в процессе тестирования, что он вообще не нагревается. Так что вы можете играть одинаково стабильно в тот же PUBG. Все эти 5 часов, пока батарея не сядет. Но! Для того, чтобы провести тест самой последней игры из списка, пришлось удалить вообще все остальное. Потому что 64 гигабайт довольно-таки мало. Genshin Impact, например, весит почти 15 гигов. Только Genshin Impact, не считая ваших фоток, видео и всего прочего. Сразу смотрим, что тут по графону. И на самом-то деле особо здесь хвалиться нечем. Это самые-самые-самые-самые минимальные настройки. 30 FPS, никакого сглаживания, все на очень низком. И, казалось бы, телефон не должен вытянуть и это. Но при этом, барабанная дробь, вы здесь, прямо здесь и прямо сейчас видите перед собой счетчик FPS, который показывает стабильные 30, 31, 29. В общем, стабильные плюс-минус 30 кадров. Конечно же, в основном это будет минус. То есть, самый минимум, что я видел, это 24. Но в основном у вас будет от 30 до 27, что очень и очень круто. Плюс ко всему, очень часто в этой игре, именно в этой игре, даже топовые смартфоны, посмотрите на Xiaomi 11T Pro, даже он как бы не очень хорошо справляется. То есть, на самом деле он справляется замечательно, выдавая стабильные 30 кадров на максимальных настройках графики. Но вы там можете увидеть просто огромный нагрев за 40 градусов с лишним. Здесь выше 39,5 не поднималось ни разу, даже с учетом того, что играл по полчаса за раз. Это очень холодный телефон. Вот прям исключительно холодный. Плюс ко всему, даже мелкие фризы случаются очень и очень редко. Да, это минимальные настройки, но при этом, как видите, игра выглядит довольно-таки неплохо. Согласитесь, природа. Да, дальность прорисовки не суперкрутая, но при этом именно персонаж и все прочее выглядит отлично. Плюс ко всему, можно будет пошаманить с настройками и сделать все те же 30 фпс, но сделав картинку немножечко приятнее. То есть, вот, абсолютно, абсолютно все плавно. Телефон вполне себе играбельный, но давайте-ка сразу. Единственное, что здесь не удалось поиграть и установить и протестировать, это Fortnite, потому что он тупо не поддерживается. Что ж, можно ли требовать от телефона за такую цену флагманских возможностей и характеристик? Нет, очевидно, что нет. Хорош ли этот телефон для игр? Ну, тут очевидно, что да. Ну, а теперь про цену. Да все просто. Залетай в описание и подписывайся на мою группу в Telegram со скидками и акциями. Публикую только лучшие предложения на самую крутую технику. И не только технику. Вот, например, подписочка была по очень хорошей цене. Плюс ко всему, это не только Алиэкспресс, но и все наши розничные магазины. Федеральные, конечно же, типа MVIDIA, Eldorado, CityLink и все прочее. Сюда же можно отнести Яндекс.Маркет и многое-многое другое. То есть и техники, и бонусов, и всего прочего довольно много. На этом вынужден попросить вас поставить коммент, написать лайк и просто улыбнуться. Все круто, чуваки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok